Здарова пацаны, вернее добрый вечер, guten Abend, что там такое, вон астардос, пацаны. Короче, сегодня был второй день моего пребывания на Курской косе, целый день я везде шлялся тут по лесам, по каким-то немыслимым. Люди здесь как с цепи сорвались, но сегодня выходной день, в принципе, я просто не ожидал. Все грибники, наверное, Калининграда, просто все ломанулись сюда, на Курскую косу. Я вот сколько не лазил по этой Курской косе, ну что там, блин, ну я привык, короче, как у нас под Орлом, заходишь в любой лес, там этих сыроежек, тьма тьмущая, там свинухи, белые грибы, там под осинами, это вообще в порядке, нормально все. Здесь люди как, я не знаю, ну правда, действительно, грибов белых я видел только один, и то, если бы мне это было надо, то его вырывать не стал бы. Кругом очень дохрена мухоморов, поганок, каких-то вообще немыслимых, корявых грибов, но люди ломятся такие, ищут грибы. Много раз я встречал различных людей, так вот мельком глянешь, у них там в корзиночках, ну на донышке что-то лежит. Думаю, нафига они сюда ездят в Калининграду, путь-то в принципе не близкий, хотя может и не с Калининграда, с Зеленоградского, ну фиг его знает, не знают. Может просто по лесу хотят походить, как-то так отдых у них такой. Короче, народу сегодня было очень много на косе. Сейчас вот у меня под окнами тут, как бы такое впечатление, что я когда здесь был вчера, вот допустим, был пустой поселок, никого, ни души. Сегодня как будто вообще тут сорвались все, приехали, короче, какие-то шашлыки, салюты из ружей полят, либо в кабанов, там непонятно. То ли заповедник, то ли это вот какой-то сафари устраивается. Там на косе тоже шатаются взад-вперед, взад-вперед, там с детьми, без детей, короче. Два года назад здесь гораздо было проще, как-то и народу было меньше. Значит, правду говорят, с российской стороны Курская коса активно застраивается коттеджи, несмотря на то, что это заповедная зона. Ну ладно, дело-то не в этом. Как бы так, устала сегодня. Нагулялся, находился, опять там на Балтийское море ходил и на залив ходил. Я думаю, дай зайду в магазин, куплю опять какого-нибудь необыкновенного пива, которого в Орле не увидишь. И зашел опять в магазинчик тут местный и приобрел вот эту вот штуку. У них вот литровая бутылка пива в стекле, опять та же самая козырная пробочка. Сзади этикетка, то, что это не паленка никакая, действительно литовское пиво. Все дела, 4,3 градуса у нее. Пиво называется Бутату Уайт Бир. Бутату, я тут залез в интернексикану, что такое бутату вообще. Это на севере Литвы деревушка одна, там пивовары потомственные тусуются и типа делают вот такое пиво. Бутату Уайт Бир. Литовский Бутату. Вот там тёлка, наверное, из той деревни там нарисована, из бутату той-то. Ну вот сейчас надо продегустировать Бутату Уайт Бир. Потомственные пивовары из бутату вот прислали сюда, в поселок Марской. И ценовая категория у нее, короче, 250 рублей. Вот этот литр стоит 250 рублей. Градус слабоватый, но вкус должен быть такой нормальненький. О, хлопка никакого не услышал я. Как в прошлом пиве. В прошлом пиве открывалось вообще как шампанское, но то было какое-то нефильтрованное. А вот это Уайт Бир. Наливаем, как всегда, по правилам, как люди нас в интернете учат. Потихоньку спраюшку, чтобы меньше было пива. Пивы пены. А пивы, наоборот, было больше. Как-то так. Ну, бутату за тебя. Бутату. Ну, пробуем. Блин, это крутое пиво. Да, это не пилсно. Это крутое какое-то пиво. Пилсно мне никогда не нравился из-за его прикуса дурацкого. А это такое вообще очень мягкое пиво, я вам скажу. Очень мягкое пиво со вкусом, со слабым даже, можно сказать, каким-то ячменным. Таким привкусом бьется очень хорошо. Я бы такого пива, наверное, выжил бы. Я не особо любитель пива, но такое пиво я бы пил бы все время по утрам. Ну, стакашек бы пропускал бы. Было бы вообще замечательно. Прям чувствуется, что закрутое пиво. Ну-ка. Там написано, кстати, что это крафтовое пиво. Ну, типа того, что очень давно выпускается уже отточенный рецепт. Почему у нас в России не делают такое пиво? Почему, блин, у нас в магнитах и в пятерочках все завалено каким-то, блядь, хоть пойми чем. У нас оно пиво, блин, какое-то все время крепкое. Охрененно крепкое. И очень на вкус такое, блин, прям резкое. Это мягкое пиво. Очень хорошее пиво. Сырком закушала бутату эту. Так что, если где-то кому-то попадется вот эта бутату, литовская, white beer, white beer, или white beer, white beer, это, короче, не важно. Берите, не задумываясь. Берите, не задумываясь. Вообще, а бутылочка такая вот в руку. Прям ложится так хорошо. Вот если по черепухе зарядить, зарядите вот такой бутылочкой кому-нибудь. Ну, вдруг понадобится. Мамам сказали, стекло очень толстое. А если из нее розу сделать, так вообще расписать можно кого угодно. Так что, бутату со всех сторон получает положительный отзыв. Будьте здоровы, пацаны. Пейте бутату. Всем мир.